Подвесим лёгкий шарик из фольги между двумя пластинами конденсатора. Подключим пластины к высоковольтному источнику и подадим на них постоянное напряжение 20 кВт. Отклоним шарик так, чтобы он коснулся одной из пластин. И шарик приходит в движение. Он летает то вправо, то влево, поочерёдно касаясь обеих пластин. Мы получили своеобразный электростатический двигатель. Как же он работает? На пластинах конденсатора находятся электрические заряды противоположных знаков. Когда шарик касается отрицательно заряженной пластины, электроны перетекают с неё на шарик, и он тоже заряжается отрицательно. Заряженный шарик отталкивается от отрицательной пластины и притягивается к положительной. Электроны стекают с шарика на положительную пластину, и теперь он заряжается положительно. Летит от положительной пластины к отрицательной, и весь процесс повторяется снова. еще один электростатический двигатель изобрел в середине 18 века профессор дублинского университета хью гамильтон это простая металлическая вертушка на концах которой установлены острые иголки подадим на нее высокое напряжение и вертушка начинает вращаться если придвинуть к ней заземленный металлический шар вращение заметно ускоряется почему же это происходит чтобы вертушка вращалась она должна от чего-то отталкиваться на концах иголок происходит коронный разряд в результате вблизи каждого острия образуются ионы того же знака что и заряд на самих иголках облако заряженных ионов отталкивается от иглы так возникает ионный ветер она иголку по третьему закону ньютона действует такая же по величине и противоположная по направлению сила она и раскручивает вертушку когда мы придвигаем к вертушке заземленный шар на нем наводится заряд противоположного знака напряженность электрического поля вблизи острий увеличивается разряд ток усиливается и сила отталкивания становится еще больше а теперь отодвинем острие на заметное расстояние от заземленного шара рядом с шаром подвесим на нити гильзу из фольги подадим на острие высокое напряжение и гильза приходит движение то и дело подлетая к шару и касаясь его этот опыт служит прямым свидетельством существования ионного ветра положительные ионы летят из области разряда к отрицательно заряженному шару часть ионов попадает на гильзу и заряжает ее положительно гильза притягивается к шару заряжается отрицательно и отлетает от шара ионный ветер опять заряжает ее положительно и процесс повторяется снова и снова нужно полежит Ruby full валют валют м в е Продолжение следует...